Я много думала, как можно применить метод CRISPR, и считаю, что это потрясающая технология. Она позволит сделать много хорошего для нашего общества и здоровья. Я считаю, что в некоторых областях применения технологии необходимо быть осторожными, особенно это касается зародышей, например, человеческих. Если отредактировать ДНК в тканях взрослого человека, то изменения повлияют только на него и не передадутся детям. Я считаю, изменение генома взрослых людей многим покажется хотя бы в некоторых случаях вполне целесообразным. Это может быть тем же, что выпить таблетку или использовать другие лекарства для излечения от рака или еще каких-то заболеваний. Можно устранить серповидно-клеточную анемию, муковисцидоз или синдром Хантингтона, и не волноваться, что болезнь наступит по мере старения. Этические вопросы, безусловно, возникают о необходимости редактирования генома яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов, где внесенные изменения будут затрагивать следующие поколения. Я считаю целесообразным, соблюдая определенные правила проводить исследования с такими системами, даже с человеческими эмбрионами. Я не думаю, что уместным является клиническое применение технологии к человеческим эмбрионам, по крайней мере сегодня. Наука развивается с огромной скоростью, и мы, как ученые, должны донести до мира всю важность ответственности за использование этой мощной технологии. Чтобы наши слова обладали необходимым весом, к этому должны приключиться ученые со всего мира. Достаточно ли мы знаем о геноме, чтобы отчетливо понимать потенциальное влияние его изменения в человеческих эмбрионах. Тут мне нравится подход, при котором мы обозначили бы некую границу и не заступали за нее сейчас. Нам еще нужно время, и нам нужно обо всем подумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова